Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня стартанул Текловин 2023 года и пришло время поговорить о его новинках. Новинки есть, они кайфовые, можно пополнить свою коллекцию и самое главное, что мы увидим в этом ролике, я на метле. Пробежимся, пожалуй, по достижениям, начнем именно с них. Новые достижения уже были мной получены. Первое это конфеты или жизнь на драконьих островах. За 20-25 минут мы пролетаем по абсолютно всем тавернам и вылутываем абсолютно все кульки конфет, которые только имеются. Будьте осторожны, кульки конфет уникальные и нужно открывать их постоянно. То есть, если вы забыли открыть, сдали квест, улетели, то вы уже новые не возьмете и, в общем-то, потеряете время. Следите за этим. Далее, великое достижение. Очистительный огонь. Победите всадника без головы. И победите всадника без головы под действием проклятий от всех четырех плетеных людей. Что это такое? Заходим в данж. Слева будут плетеные человечки, как с друстваров БФА. И нажав на самого центрального, мы получаем все сразу четыре. Я же тыкал по каждой статуе, по каждому этому манекену и брал по одному проклятию. Убил босса, забурстил его жестко и получил достижение. Также мы можем получить великий подвиг при получении питомца Псартос. Карта легендарная из Харстоуна. Кто знает, тот поймет. Убиваем всадника раз в день, вылутываем эпический контейнер. И с этого эпического контейнера есть шанс получения питомца. У него имеется уникальная способность. Смертоносные сны. Нет питомцев с этой способностью. Быть может, он заиграет. Посмотрим на практике. Конечно, делая все эти активности, мы будем вылутывать тэквинские сладости. Самое время глянуть, что мы можем вообще купить за эти тэквинские сладости. Потому что имеется новый предмет. Есть также старые, да, всякие питомцы, прочие штучки. А новый, где тут находится торговец, найти бы. Девочка Дороти продает нам всякие новые, разные штучки. И конкретно новым предметом в текущем году является ведро вредных сладостей. Оффхенд. Тыква, где накиданы все эти вредные сладости. Кайфово выглядит. Как минимум интересно. Быть может, под какой-то трансмог реально зайдет. Награды прошлых лет также имеются. Совершая ежедневное убийство всадника с эпического контейнера, мы можем получить броню тыквавина для велоцедракона. Тыковка, которая будет рядом с седлом. Где-то тут, тут будет этот дракончик. Гляньте. Быть может, он выпадет вам, быть может, вы будете пользоваться этой тыковкой. Алый ключ. Дорогой и уникальный предмет, падающий с эпической сумки. Дайте знать в комментариях, упал ли он вам. Не знаю даже, стоит ли его продавать сейчас, или может еще подождать. Суть его в том, что юзнов, он позволяет разблокировать доступ к старым подземельям. Те, которые были до реворка в Пандарии. Интересно довольно-таки, возможно, это кому-то реально нужно, и кто-то купит этот ключик. Что ж, по-моему, это абсолютно все касательно новинок. Высказал все нужное, все необходимое. Получается как-то так. Есть чем заняться, есть новые достижения, есть новый элемент трансмога, есть новый питомец. Крутой, с уникальной способностью. Это не может не радовать. Заняться до старта сезона есть чем. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.